чтобы двухквартирный дом совсем уж не выглядел как барак, мы с соседом решили скворечники на крыше оставить. Только вот сосед прикровли крыши, скворечник не ломал, а мне пришлось сломать и заново построить. По идее мне окно в скворечнике совершенно не нужно, но без него скворечник смотреться не будет. Поэтому мне пришлось поставить окно. Только я его сделал не настоящим, а фальш-окном. И никто из прохожих эту подделку не может отличить от настоящего. Скворечник это небольшой отдельный фронтон на крыше дома. Также у него есть и другие названия. Курятник, аппендикс, кукушка. Интересно, а как в вашем регионе называют такой элемент архитектуры? Изначально в этот элемент было заложено две функции. Первое, естественный источник света на чердак. И второе, это дизайн здания для лучшего внешнего вида дома. В принципе, дизайн-то был неплохой. Вот, посмотрите, эту фотографию я нашел на просторах интернета. Аналогичный дом. Вот именно так у нас выглядели раньше все двухквартирные дома. Со временем многие, в том числе и я, вместо холодной террасы стали пристраивать теплое помещение и подводить это все под единую крышу. После переделки крыши окно на чердак я сделал в основном фронтоне. Поэтому в скворечнике оно у меня теперь без надобности. И теперь у меня на фальш скворечнике фальш окно. Это было предисловие. Ну а теперь смотрим саму установку. Возможно, это кому-то пригодится. И уверяю вас, даже с двух метров непонятно, что окно это не настоящее. В этом скворечнике наглухо зашитый фронтон, потому что он стоит на обрешетке, сверху которой застелена гидроизоляционная пленка. Даже если бы в этом фронтоне стояло настоящее окно, свет на чердак бы здесь не проник. Единственное решение сделать фальш окно. Перед установкой фальш окно я подшил карнизы. Карнизы подшил не софитом, а сайтингом. Ну потому что проветривать там нечего, а желтого сайтинга не бывает. Для установки фальш окно нам понадобится пергамин. Отмеряем длину больше размера окна и отрезаем. Дальше отрезанный кусок пергамина прикрепляю на то место, где будет стоять фальш окно. Затем сквозь раму закрепил окно на оцинкованные саморезы, поставил пластиковые наличники и обшил фронтон сайтингом. Ну вот и все, фальш окно готово. Смотрится в принципе неплохо, а главное, выглядит как настоящее. Так вот оно выглядит с расстояния 1 метр. Так вот с 6 метров. Ну а так, примерно с 20. Ну а сейчас я представлю вам список моего контента. Для просмотра видеороликов переходите на канал. КОНЕЦ. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...